Нас сильно тревожат новости с фронтов этнической войны. Против русских мигранты ведут самую настоящую криминальную этническую войну. И эта война дозволяется теми, кто сидит в Кремле. И она даже предполагается для того, чтобы русские были постоянно унижены и были постоянно объектом агрессии. Они хотят, чтобы мы привыкли, что нас убивают, нас грабят, нас обманывают. Иные народы, не просто отдельные представители, как нам пытаются вложить в голову, будь то бы преступность не имеет национальности, мы прекрасно знаем, что имеет. И если раскладывать преступность по этническому принципу, мы всегда можем заметить, что есть преимущества, в особенности по насильственным преступлениям, которые числятся за этническими группами, которые здесь, на русской земле, являются пришлыми. Неважно, это эмиграция с Северного Кавказа в центральные русские города, или это эмиграция из Средней Азии. В любом случае, и там, и там, этническая молодежь, иноэтническая по отношению к тем, кто живет здесь, по отношению к коренным народам России, рассматривает всех остальных как объект. И преступность здесь назревает в связи уже не только с тем, что положение иммигрантов, трудовых иммигрантов, гастарбайтеров является униженным, но и с тем, что определенная этика, в кавычках, навязывается этим людям, и они копят злобу против нас. Эта злоба уже является неустранимой в этническом самосознании переселенцев. Прежнее уважение к русским полностью утрачено. Уважение к России, как к стране, которая принимает гастарбайтеров, тоже утрачено. И криминальное сознание уже является частью этнического сознания, которое проявляется вот в этих ужасных событиях, которые происходят на территории все еще страны, которую мы называем или считаем, полагаем, нашей. Но она становится не нашей, когда мы видим, что гастарбайтеру мало ограбить русского человека, мало, надо убить. Мало убить, надо изнасиловать. Мало убить тех, кто может оказать сопротивление, надо убить еще и детей. И вот эта история, которая обошла средства массовой информации, а на телевидении лишь мельком об этом сообщили, нам показывает, что такое иммиграция в Россию, которая организована лично товарищем Путиным. Он нам, конечно, не товарищ, он товарищ своим товарищам, олигархам и прочей нечисти, которые оккупируют Россию. В 2006 году я лично присутствовал при том, как вводилось миграционное законодательство, то есть распахивались ворота для вот этой этнической криминальщины. Никаких обсуждений не предполагалось. Никаких. Не было никаких обсуждений. Не было никакого научного анализа. Никто ни на что не опирался, просто была поставлена сверху задача, и Путин открыто об этом сказал, нам надо бороться за миграционные потоки. То есть запуск на территорию России этнической криминальщины был нужен только для того, чтобы дешевые рабы обслуживали интересы олигархии, и чтобы на этот уровень, на уровень их доходов, этих случайных людей, которые сюда на время приезжают, обрушить весь рынок трудовой силы на территории России. То есть мы все были приравнены к гастарбайтерам. Собственно, сейчас так оно и есть. Сейчас уровень доходов гастарбайтеров на стройке доходит до 90 тысяч зарплаты, хотя эта зарплата, естественно, расходуется и на наем жилья, но именно это позволяет олигархи укоренить здесь низкодоходные слои населения, которые совершенно не заинтересованы ни в какой политическом действии, поскольку опасаются высылки из страны, не заинтересованы в победе русского большинства, то есть становятся врагами русского большинства, становятся избирателями для ставленников олигархии. Для нас поэтому эти люди являются политическим врагом, запущенным прямо на нашу территорию, отнимающим у нас у русских людей доходы, потому что на стройке русский человек для того, чтобы выживать, получал бы не 90 тысяч, а получал бы 150 тысяч, и учитель получал бы другую зарплату, и ученый получал бы другую зарплату. Если бы здесь не было гастарбайтеров, некому было бы обслуживать интересы олигархии, и работодатель, естественно, начал бы повышать ставки, а, соответственно, политическая власть вынуждена была под это подстраиваться, и тогда появился бы реально тот самый средний класс опора государственности. И в нем как раз путинская олигархия совершенно не заинтересована. Им было бы радостно, если бы вообще все бы мы вымерли, а сюда бы завезли гастарбайтеров, уже взрослых людей, на которых не надо тратиться на их вырастание, на обучение. За год обучиться так в процессе работы, и слава богу. Никаких умных производств здесь не нужно этим людям. Они завезут станки, на кнопки гастарбайтера научат нажимать, и достаточно. Никакой науки здесь не нужно, никакого творческого образовательного процесса здесь не нужно для олигархии. Для нации нужно, а от нации идет понятие национализм. Только национализм является строителем нации, носителем идеологии нации. И этим самым национализм противостоит олигархии. Мы, русские националисты, самые отчаянные враги, или самые жесткие оппоненты олигархии, путинской олигархии. Поэтому они нас и объявляют экстремистами везде, где только можно. Оговорочку какую-то сделал, все ты экстремист. В этом смысле мы-то их считаем просто предателями, которых не жалко будет, если их будут ставить к стенке, и мы не будем этому противиться, хотя мы сторонники законности. Но если такое дело пошло без законников, беззаконники должны быть осуждены тем же судом, каким они судят. То есть беззаконно они нас судят, беззаконно русских националистов. Их суды незаконны. Вообще все. Праведно они судят или неправедно, их суды беззаконны. Их власть беззаконна. Поэтому они завозят сюда своих союзников, которым совершенно наплевать. Есть ли здесь закон, нет здесь закона. Для них закона нет. Для них закон джунглей. Вот тот, который позволяет им чудовищным образом расправляться со всеми, кто появляется на их пути. Забить насмерть женщину, потом труп изнасиловать. Избить до полусмерти какого-нибудь известного человека, просто потому, что они, как объясняют, с ними невежливо поговорили. А как с ними вежливо? Их вообще надо сечь и гнать из нашей страны всех до одного. Включая тех, кому беззаконно вручили паспорта. Это что за манера такая вручать паспорта тем, кто здесь вообще без году недели и не социализировался. Русским, которые бежали от геноцида в течение 90-х, 2000-х годов, не давали паспортов, не давали гражданства. И вообще никакой помощи не оказывали. И беженцам из Чечни не оказывали помощь. А вот этой вот шпане, которая прикидывается работниками хорошими, им пожалуйста, им все. Им там культурные автономии предоставляют, юридический статус, все что угодно. Потому что Кремль наполнен нашими врагами. Они так и действуют, как должны действовать враги. А мы к ним должны относиться, как к врагам, как к оккупантам. Они беззаконники для нас полнейшие. Но мы должны стоять на почве закона. Хотя бы какого-то закона. Потому что Кремль стремится к тому, чтобы и мы тоже стали такими же беззаконниками. И тогда уже никакого порядка правового не будет. И можно позабыть о государстве навсегда. Давно уже вышла вот эта книжечка. Миграционный потоп. Небольшая по объему книжка, состоящая в основном из того, что я писал на эту тему. На тему миграции. В общем, это публикации, которые очерчивают те сигналы, которые подавались власти. Нельзя так поступать, как вы поступаете. То есть еще до открытия дверей. Уже здесь все заполнялось иммигрантами. А в 2006 году лично Путин, вот он является виновником вот этого криминальщина, этого беспредела этнического, который происходит везде. Нас просто не информируют о массе этих преступлений. Только о тех, которые уже скрыть нельзя. О которых весь интернет пишет. Вот об этих между делом могут сказать. А отчеты полицейские о том, сколько и каких этнических групп было задействовано, в каких типах преступлений. Они просто с какого-то момента перестали публиковать. Потому что цифры ужасные. Отчасти я эти цифры здесь упоминал. Не знаю, есть ли эта книга еще на сайте, может быть, если посмотрите книжный мир. Может быть, эта книга еще есть. Еще остатки тиража какие-то есть. Я хотел бы просто прочитать отсюда итоговые тезисы. Их немного, я прочту их быстро, чтобы не занимать время. Итоги. Что такое и как быть с миграционной политикой? Миграционная политика – часть национальной политики. Целью которой является складывание целостной политической нации. То есть сплочение граждан страны, единой политической культуры в политический организм. Поэтому всякие мигранты здесь, всякие гастарбайтеры абсолютно чужды. Они нарушают скорее вот этот процесс национального строительства. Являются его противниками. И может быть, это является даже более важной для олигархии целью. Вот эта роль гастарбайтеров. Чем цель просто приобрести дешевую рабочую силу и превратить нас тоже в дешевую рабочую силу. Второе. Иммигранты делятся на желательных и нежелательных. Желательные мигранты – это носители русской культуры и способные к быстрой адаптации к этой культуре. Нежелательные – это инокультурный элемент, который на территории страны неизменно создает этнические анклавы, противостоящие коренному населению. А также лица, опасные для граждан, преступники, переносчики болезней. Для России желательными мигрантами являются русскоязычные славяне, нежелательными – переселенцы неславянского происхождения. Третье. Миграция является явлением негативным, отражающим целый ряд кризисов, которые происходят как в стране, откуда приезжают мигранты, так и в стране, где они ищут работу или намерены поселиться навсегда. Стабильное общество не принимает иммигрантов и не создает миграционных потоков. Четвертое. Попытка использовать миграцию во благо заведомо обречена на провал. Миграция может принести выгоду отдельным лицам или группам, чьи интересы идут вразрез с национальными интересами России. Иммиграция в Россию – это перенос в нее кризисов из других регионов. Массовая иммиграция в Россию является следствием государственного преступления, совершенного ради выгоды криминальной олигархии, захватившей власть. Стимулирование иммиграции – это не ошибка, а политический заказ, в котором присутствует прямое посягательство на суверенитет нашей страны. Иммиграцию инокультурного населения можно уподобить военному вторжению и захвату территории страны. Шестое. Целью здравой миграционной политики может быть только немедленное прекращение иммиграции в Россию и стимулирование отказа от иммиграции образованных слоев населения, ищущих работу за рубежом. То есть отток мозгов, о котором много говорят, ничего не делают. Лишь через несколько лет, после очень жестких мер против миграции, может состояться открытие страны для переселения на временное или постоянное место жительства лиц славянского происхождения, хорошо знающих русский язык. Склонение граждан России к выезду из страны должно быть признано уголовным преступлением. Седьмое. Вопросом жизни и смерти для России является задача выселения подавляющего большинства нежелательных иммигрантов. Без изоляции иммигрантов от основного населения страны стабилизации межэтнических отношений достигнуть невозможно. Такая изоляция должна быть способом временного размещения массы иммигрантов перед их высылкой на родину. В лагерях временного размещения они должны выполнять работу, стоимость которой покроет расходы на репатриацию. Восьмое. Особый статус в миграционной политике должен быть предусмотрен для соотечественников, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые либо рождены на территории России, либо кровно связаны с коренным народом России, либо культурно идентичны коренному населению России. Главный признак соотечественника – владение русским языком как родным. По этому признаку переселение в Россию должно быть свободным, без квот или каких-либо разрешительных документов. Девятое. Внутренняя миграция столь же разрушительна, как и внешняя. Миграция кавказского населения в центральные регионы страны превращает их в арену межэтнической войны, которая разгорается все шире. Прекращение внутренней миграции – одна из насущных задач национальной политики. Она должна, с одной стороны, ввести жесткий мораторий на миграцию, включая обучение в вузах Центральной России, с другой – решительно выселить в места исходного проживания всех недавних иммигрантов, исключая славян. Миграция с территории со сложными климатическими условиями должна быть прекращена мерами поддержки населения, а также мерами, способствующими переселению на этой территории наиболее активного населения из Центральной России. 10. Либеральная догматика в вопросах миграции имеет деструктивный характер и несет государству гибель. Представление о том, что все люди равны, все народы равны и так далее – это внедренный в нашу правовую систему смертельный вирус. Национальное государство, возглавляемое высокообразованными русскими патриотами – гарантия от грубых ошибок в миграционной политике. Хотел бы еще добавить здесь о демографической политике, которая должна быть ориентирована на прежде всего славянское население, на русскоязычное население, то есть на тех, кто владеет русским языком как родным, и на высокообразованные слои. То есть здесь дифференциация должна быть очень четко обозначена, на какие слои населения направляются меры поддержки рождаемости. На высокообразованные русские слои населения, высокообразованные, участвующие в производстве наиболее сложных технических изделий, товаров и воспроизводящие русскую национальную культуру, русское национальное мировоззрение. Демографическая политика Путина и его подельников является преступной и реализуется как замещающая эмиграция, то есть русское население России хотят заменить ино-культурным, иноязычным, нерусским, неславянским, антирусским, антиславянским, собственно в соответствии с ориентирами путинской олигархии. Наша задача противостоять этому, никогда не участвовать ни в каких мероприятиях, даже если они выглядят позитивно, если они исходят от нынешней оккупационной власти. Ни бессмертный полк, ни какие-нибудь дни труда, ни праздники, ни дни города, ни в чем абсолютно участвовать мы не должны. Кто в этом участвует, тот соучаствует в предательстве, в уничтожении нашей страны. Ни одного голоса, не надо приносить ни одной из партий-филиалов администрации президента. Единая Россия, разумеется, ни одного голоса, ни КПРФ, тоже это просто прихвостнее этого режима. Ни ЛДПР, это уже просто конченые уроды. Ни справедливой России, этой помойки леволиберальной. Те партии, которые будут допущены к думским выборам, я не сомневаюсь, просто не сомневаюсь, являются только филиалами этого враждебного нам режима. Не ходить на выборы. Единственный повод для того, чтобы пойти на выборы, это поддержать русского националиста. Если его зарегистрировать, да его не зарегистрируют. Уже сейчас некоторые люди, которые прежде какие-то национальные мысли высказывали, теперь пытаются прикинуться либералами, демократами, так что они не очень опасны, как-то там просочиться и так далее. Это индивидуальная деятельность по оформлению своей собственной карьеры, ничего более. Поэтому я просто уверен, если хотите не ошибиться, тогда на выборы не ходить. Просто не ходить и всем говорить, это выборы врагов России. Какая будет дума, вы знаете заранее. Это будет дума враждебная всем нашим интересам. Поэтому они выбирают свою власть. Мы так к ней и должны относиться. Это чужая власть. Это чужая дума, чужой президент, чужое правительство. Не выбирают чужих. Не выбирают. Своих можно выбирать. Своих можно выбирать в тех общественно-политических объединениях, которые создаются русскими людьми. Вот туда надо идти, в этом участвовать. Участвовать в разнообразных дискуссиях и выбирать там достойных своими лидерами. Если вы не хотите этим заниматься, то значит вы просто стоите в стороне. Вы не поддерживаете русских. А если вы идете на выборы, то вы враждебны русским национальным интересам. Русская идеология ясна. Она изложена во множестве источников. Русские организации существуют, пусть они и малосильны, но по этой причине они и малосильны, что вы в них не участвуете. Наша задача наполнять русские организации и становиться носителями русского мировоззрения. А не ходить на выборы, которые враждебны нам, создают враждебные институты и заполняют нашу страну враждебными нам элементами, прежде всего с помощью миграции. Слава Руси! Господи спаси! Слава Руси!